Добрый день, читатели и любители хорошей и качественной литературы. Сегодня я, Анна Гришина, руководитель детской редакции издательского Дома Питер, расскажу вам о наших самых примечательных новинках осени, в частности о серии, которая называется «Книга, которую хочется обнять». Эти книги собраны по принципу актуальности темы, художественности и качества текста. Ну, а по-простому, это книги, которые приятно, легко читать, и они очень душевные и полезные, скажем так, не только для взрослых, но и для детей. Почему мы решили издавать именно эту серию? Ну, все могут сказать, что сказки, они вечные, и у каждого ребенка, в общем-то, есть большой набор этих сказок дома, и родители считают, наверное, многие, что ребенку этого вполне достаточно, но на самом деле, конечно, это не так. Сказки, они хотя и вечные, но они затрагивают в основном темы, которые, в общем-то, были актуальны много-много-много лет назад. То, что происходит сейчас, к сожалению, они никак не могут ребенку объяснить, и ребенок часто не знает, как поступить в той или иной ситуации, когда он сталкивается с реалиями современного мира. И именно для этого современные писатели, классики, и нужны. Они, собственно, объясняют ребенку то, чего никто другой, кроме них, объяснить не может. Конечно, очень важно, чтобы писатель был талантлив, даже, может быть, гениален, потому что дети, они очень чувствительны к таким вещам. Первая книга серии «Брат в подарок», она на самом деле просто волшебная. Во-первых, автор. Автор происходит из потомственной семьи писателей и поэтов. Она сама пишет много, в основном, детских произведений. Она работает учителем в школе и каждый день с этими детьми общается. Она очень хорошо понимает о том, что она делает. Книжка написана невероятно талантливо и затрагивает очень важную тему для ребенка. Такие темы, как потеря, такие темы, как любовь. Что значит любить, что значит самопожертвование или что такое сочувствие, понимание, взаимопонимание в семье. Вторая книга серии у нас «Ларс Эрлол». Она переводится на русский язык, как «Солнце улыбается Ларсу». Книга тоже по-своему волшебная, но она немножко на другой возраст. Если книга «Брат в подарок» у нас на 8+, то эта книжка скорее подростковая. Каждая книга нашей серии, книга, которую хочется обнять, обсуждает какую-то одну тему, которая сейчас для ребенка может быть очень актуальной. В частности, книга о Ларсе «Солнце улыбается Ларсу». Это я показываю оригинальную книгу. В общем, здесь речь идет о девочке, обычной девочке, которая вовсе не хочет становиться какой-то необычной или заметной. Она влюблена, она на хорошем счету у педагогов. И, в общем-то, это абсолютно то, что у нас сейчас происходит в обычных школах. И дальше с этой девочкой начинают происходить вещи, которые вовсе уже становятся необычными. И здесь, конечно, в контексте этой книжки стоит вспомнить о таких вещах, как интегративное обучение. Мы все знаем, что в наших школах сейчас все дети абсолютно будут учиться вместе по одной и той же программе, в одном и том же классе. Это потенциально ведет к ситуациям наподобие той, что сложилось в этой книжке. Но все заканчивается на самом деле очень хорошо. И чему это учит ребенка? Ну, наверное, тому, как вообще в таких ситуациях себя вести и как это правильно воспринять. Ну и самая приятная новость, которую я хочу вам сообщить, это то, что это только начало. И третья книга серии, которая ожидается, она получила безумное количество премий в Америке. Это книга Кэтрин Эрскен «Пересмешница». Ищите, спрашивайте в интернет-магазинах и магазинах города.